С моей старшей дочкой я делал проект, она была во втором классе, и мы изучали вопрос сбора батарейок в России. Это был проект, который мы завершили вместе с Софией, и выяснили следующее, что, во-первых, не так много места по сбору батарейок было на тот момент в России, и единственное место, которое перерабатывало батарейки, это был завод в Челябинске. Мы даже не смогли на тот момент выяснить его над вами, но записали этот факт в наш проект. На тот момент я еще не работал в России, а придя в новую компанию, в 2016 году, одной из инициатив, мы стали изучать этот вопрос и дали старт в 2017 году, что символично, в год экологии мы дали старт вместе с Мегаполис Ресурс этой инициативой в России. Почему Мегаполис Ресурс? Потому что на данный момент это единственное предприятие в России, которое именно перерабатывает батарейки, не отвозит их на свалки, а именно перерабатывает. И занимается очень глубокой переработкой. Хочу упомянуть тот факт, что из тысячи килограммов батарейок на Мегаполис Ресурсе, потом выходит 944 килограмма вторичного сырья для дальнейшего использования. Поэтому выбор наш пал на единственное предприятие в России, Мегаполис Ресурс. И вместе с Мегаполис Ресурс мы подписали долгосрочный контракт сотрудничества, целью которого создание инфраструктуры по сбору и дальнейшей переработке батарейки в России. Сегодня мы имеем честь уже с первыми двумя федеральными ритейлерами заявить о том, что здесь и сейчас у всех есть возможность стерилизовать свои экологические потребности и сдать батарейки в рознице. Я с гордостью хочу упомянуть именно таких крупнейших федеральных ритейлеров, как «Клента», «Обе» и «Метро», где уже сейчас вы можете принести свои батарейки и сдать их для дальнейшей переработки на Мегаполис Ресурс. Вы можете спросить, почему розница, потому что розница является одним из ключевых объектов во всех странах по сбору батарейки для дальнейшей утилизации. А почему розница? Уверен, что многие из вас находили себя на мысли, что мы берем с собой батарейку в магазин для того, чтобы найти именно такое. И вы можете себе представить, что большая часть потребителей, придя с использованием батарейки в магазин, потом выбрасывают эту батарейку где-то в соседнем контейнере. Поэтому розница является ключевым логическим элементом по сбору батарейки для дальнейшей утилизации. Итак, начиная с 2017 года, мы запускаем эту инициативу в России, которую хотим масштабировать. И сейчас мы можем заявить, что уже есть 80 очень крупных интермаркетов, магазинов DIY, где вы можете утилизировать батарейки через Мегаполис Ресурс и быть уверены в том, что вы сделали свой посильный вклад в экологическое здоровье нашей страны. Итак, первые 80 магазинов, которые мы будем масштабировать, начиная с 2018 года, и хотим увеличить нашу сеть до всех городов России, где мы поставим наши контейнеры для сбора батарейок. Вы можете спросить, могу ли я туда приносить другие батарейки? Отвечаю вам, да. Мы собираем абсолютно все батарейки, абсолютно всех торговых марок, и в том числе аккумуляторы, кроме автомобильного. Следует отметить, что Duracell уже здесь и сейчас использует вторичные материалы для производства своих батарей. В частности, хочу упомянуть такой факт, что 95% упаковки состоит из вторичного материала, и до 40% наших батарей уже используют вторичный материал, корпус нашей батарейки и другие составляющие элементы, структуры наших батарейок. Должен отметить тот факт, что Duracell – это щелочные батарейки, которые работают до 10 раз дольше по сравнению с обычными солидными батарейками. Поэтому, покупая батарейки Duracell, вы делаете правильный выбор и сохраняете как минимум 9 батарейок, которые не идут в дальнейшее использование. Итак, сегодня мы продолжаем нашу инициативу, старт, который мы дали в 2017 году, и начинаем ее масштабирование. Как я уже упомянул, мы начинаем с первых 80 магазинов, и помимо установки контейнеров, Duracell берет на себя задачу по экопросвещению нашего населения, и в том числе ритейлеров, которым мы хотим рассказать об этой инициативе для их дальнейшего участия.